Для одних это первое профессиональное образование, другие вновь студенты. С 22 марта в политехническом техникуме более 40 безработных Ленинско-Кузнецкого осваивают новую для себя профессию. Ежегодно департаментом контрактной службы проходит конкурс на подготовку безработного населения. И в этом году мы выиграли конкурс по трем профессиям. Это повар, электрогазосварщик и слесарь по ремонту автомобилей. Соответственно по этому направлению центром занятости нашего города были сформированы три группы. И на сегодняшний день у нас обучается 42 человека. Не так давно студенты еще стояли на учете в центре занятости. А сегодня уже прошли теоретическую часть обучения. В нее входит основная база знаний конкретной профессии. На занятиях нет математики, русского и английского языков, к примеру. Все уроки направлены только на рабочую специальность. Поэтому и срок обучения небольшой от 4 до 5 месяцев. Для нас обязательно, чтобы педагоги были все профессионалы. То есть имели высший разряд, опыт работы с людьми. То есть данное учебное заведение выиграли конкурс. Педагогический состав полный и высшей категории. Прекрасное оборудование, прекрасные учебные классы, лаборатории. То есть есть все для получения профессии. В том году от завершивших обучения 81% у нас нашли работу. То есть приступили к трудовой деятельности. Биологу с высшим образованием Ольге Яковлевой так и не удалось полюбить свою профессию. Еще со школьной скамьи девушка мечтала стать слесарем по ремонту автомобилей. А учиться никогда не поздно. Вот и решила воплотить свою мечту в реальность. И опровергая мнение, что это совсем не женская работа, докажет обратное. Во-первых, я считаю, что обучаться никогда не поздно. И тем более узнать что-то новое. Во-вторых, профессия автослесаря, она пригодится как в быту. Починить свою машину, сэкономить деньги на СЦО. Также можно устроиться на неплохую работу. Пойти дальше обучаться, стать автоэлектриком. Можно затем диагностом. Мы изучаем строение двигателя, трансмиссии, также обслуживание автомобиля, смена жидкостей. Ну, интересно. Не выезжая за пределы родного города, будущие электрогазосварщики получат сразу две профессии. Так что шанс устроиться на работу повышается вдвойне. В группе будущих поваров 14 человек. В этом направлении срок обучения рассчитан на 5 месяцев. Среди обучающихся Илья Труков. Вкусно готовить мужчина любил всегда, вот и задумался, а почему бы не попробовать любимым делом зарабатывать деньги. Специальность, она сама по себе востребована. Люди будут хотеть есть всегда, сами понимаете, как бы, ну, да, тут пользуясь случаем. После практических занятий в стенах техникума студенты закрепят свои знания на предприятиях города. И уже после сдачи итоговой аттестации получат свидетельство государственного образца с третьим или четвертым разрядом. В зависимости, насколько хорошо сдадут экзамен.